Краевой закон об ограничении в Забайкальском крае розничной продажи алкогольной продукции с 20 до 11 часов был принят в январе 2015 года. Как говорили сегодня на заседании, эффект от этого законодательного решения, а именно снижение масштабов уровня алкоголизации населения, продлился недолго. Полтора года назад активно стали появляться мелкие точки общепита, где начали продавать алкогольную продукцию на вынос без ограничений. По данным правоохранительных органов, за 4 месяца этого года возбуждено 138 уголовных дел в области реализации алкоголя. Они никуда не отчисляют, они рабочие места никакие не создают. Все деньги зарабатываемые оседало только в казне этого предпринимателя. В легальном бизнесе все алкогольные продукции под ЕГИСом находятся, то есть под контролем. А вот эти остальные точки общественного питания, они могут, извините, подсунуть любую бутылку, потому что они ЕГИСом не подлежат. В связи с этим, кроме предпринимателя, простые жители, поселков особенно, районных, они начали прямо просить, требовать о том, чтобы бороться с этим. Наличие в обороте нелегального и неучтенного алкоголя, сообщил Юрикон, наносит ущерб региональному бюджету. По оценкам местных торговых сетей, по налогу на добавленную стоимость, бюджет Забайкальского края в 2015 году недополучил доходов на сумму 59 миллионов рублей. По налогу на прибыль на 85 миллионов. В 2016 году на 25 и 40 миллионов соответственно. В течение полутора лет вопрос об ограничении времени обсуждался на разных площадках. Сегодня депутаты профильного комитета пятью голосами против двух поддержали законодательную инициативу и приняли решение включить ее в повестку предстоящего 4 июля заседания краевого парламента. Уже сейчас очевидно, что у депутатов разные отношения к законопроекту. Наша позиция против этого законопроекта, потому что мы считаем, прежде всего, что уровень алкоголизации в Забайкальском крае населения все-таки достаточно высокий и сохраняется на сегодняшний день. И, по нашему мнению, увеличение времени реализации алкоголя, согласно данного законопроекта, приведет к еще большей алкоголизации населения, потому что нужно все-таки позаботиться прежде всего о рабочих местах. Сегодня Забайкальский край входит в пятерку тех регионов, где установлено дополнительное ограничение продажи алкоголя с 8 вечера до 11 утра. Если ровно через неделю документ наберет парламентское большинство, то уже к концу месяца на территории края будет применяться общий федеральный запрет розничной продажи алкогольной продукции с 11 вечера до 8 утра по местному времени. Екатерина Станиславская, Дмитрий Пенигин. Время новостей.